Итак, фарисеи, садукеи, есеи, зелоты. Вот это очень напряженный период в истории Израиля. В эту ситуацию приходит человек по имени Йоханан. И в то время было доминирующим еврейским мнением, что пророки, они поднимутся не из Израиля. И с момента, когда последний пророк еврейской Библии, то есть они прожили несколько сот лет без пророков. И в это время приходит человек по имени Йоханан Хамадбил. Джон-погрузитель. Он был основателем Баптистской церкви? Так моя жена думала. Она была Баптистской. И она думала, что Иоанн Баптист, Джон Баптист, он начал Баптистскую церковь, а Йошуа стал ее членом. И то, что Йошуа присоединился к Баптистской церкви, и этого для нее было достаточно. Но, конечно, ясно, что в контексте Джон Баптист был евреем. Потому что погружение в воду — это было еврейской практикой. это делалось для очищения. Для очищения, короче. Покаяния. И Иоанн пришел провозгласить Царство Божье и сказал людям, что они нуждаются, чтобы быть погруженными в воду. И люди, естественно, задумались, а может, это Мессия? Они его спросили. Ты Мессия? Для Иесеев. Для Иесеев это значило, что Иоанн всех покрестит, очистит их, и потом они, значит, могут участвовать в войне под руководством Мессии. И фарисеи ему не верили. И саддуке ему не верили. И вопрос был такой, ты Мессия? И Иоанн отвечает. Как он говорит, да или нет? Нет. И он говорит, что я не Мессия, но за мной идет тот, кому я сандалии развязать не достоин. Он вас погрузит в Святой Дух и в огонь. И когда приходит Иешуа, он погружается, принимает погружение от Джона, и когда он выходит из воды, Дух Божий не сходит на него. И когда Дух Божий сходит на него, Иоанн распознает тут же, в тот же момент, что он Мессия. И Марк говорит, что Иешуа пошел на 40 дней в пустыне, чтобы быть искушенным от дьявола. Но мы к этому не подходим, пока мы не обратимся к Матфею. И Матфей более подробно говорит об этом переживании. И затем Иешуа провозглашает свое служение. И это очень важно. Валера, ты можешь перевести? Очень-очень важно. 14 стих. После того, как Иоханан был отдан, Иешуа пошел в Галилею, провозглашая Царство Божие. В первой главе Марка в 14 стихе написано вот это «О благой вести», что после того, как... Бесарод. И в чем же состояла эта хорошая новость? Что же в этом было хорошего? И вообще, почему это была новость? В чем состояла эта хорошая новость? Большая часть верующих в теле Мессии не знают, в чем же заключается благая весть. Но главная часть ее... что же является главной частью благой новости? Вот говорит... Иешуа говорит, исполнилось время, приблизилось Царство Божие в английском переводе буквально под рукой, «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Иешуа говорит людям покаяться и изменить свой ум и верить, что Царство Божие сейчас оно доступно, что Царство Божие оно под рукой. Можете ли вы себе только представить, что это как раз то, чего все ждали и искали? И что же Он говорит? Он что, говорит сейчас время собирать армию и выбить римлян? Каким же образом Царство Божие сейчас под рукой или доступно? И вот в этом заключается удивительная тайна Евангелия. И все три Евангелия представляют защиту. И это «Пропозиция» означает «пропозиция». И в чем же является вот эта пропозиция? центральная часть Евангелия это то, что Царство Божие оно пришло. Вы можете в Него войти, жить в Нем, знать Его силу, даже если Царство Божие не пришло в той полноте, о которой говорили пророки. И в Евангелии оно строит защиту для еврейского взгляда. Вот еврейский вопрос таков, если Иешуа Мессия, то где же Его Царство? Но послание в Евангелии что Царство оно пришло, но не так, как вы ожидали. Но для вот этого полного понимания пришествия Царства должно быть масса доказательств. потому что Иешуа он меняет весь ум людей, что Царство оно по-настоящему пришло в Нем, но оно не пришло в своей полноте. Оно здесь уже, но оно еще не в полноте. Оно реально, но оно еще не полное. Вот это в библейском, среди библейских ученых вот это очень распространенное понимание. Вот Матфея, Лука, Павел, евреем. Мы вытираем это здесь и пишем на доске. Не вытирайте. Вот это не вытирайте. Пусть это будет на доске. Вот большие слова о Царстве. Кин Дом. Царство Божье написано. Уже. Уже и еще нет. И это очень важно. Новый Завет это он защищает ту позицию, что Царство оно уже пришло. Но оно пришло как бы уже здесь, но еще не в полноте. уже, но все еще не до конца. Но Новый Завет пришел в уже, но еще не в полноте. в каком-то смысле Царство здесь, но в каком-то смысле Царство еще должно прийти. Инаугурированное Царство. Царство, вступающее в силу. Оно здесь, но реальное. Оно в своем росте, развитии, но еще не в полноте. То есть оно и сейчас здесь, и также в будущем. у нашего народа было в первом веке такое представление, что Царство придет за очень короткий промежуток времени и очень явно. Ага, то есть за короткое время, за короткий промежуток вот эти события произойдут. Суд придет на этот мир освобождения Израиля и Царство Мессии в Иерусалиме. И пророки, они ясно это описали. И Иешуа говорит, что это все еще произойдет, но есть другая стадия, когда это ну в общем ее неясно можно было принять в писаниях еврейских пророков. И стадия, когда Царство придет, оно прибудет вместе с Иешуа и оно будет в таком состоянии, когда оно должно будет расти. И Иешуа всегда намеревался показать нам природу Царства таким образом. Давайте мы обратимся к 13 главе Евангелия от Матфея. Почему я вас учу всему этому на уроке применения Торы? Потому что мы должны понять контекст того учения Тори, которое преподал Иешуа. И вот этот контекст, он является направлением, в котором мы движемся. В 13 главе Матфея Иешуа дает то, что называется притчей о Царстве. есть другие места. Есть также другие места. Суть этих притч и всего Евангелия, что Царство Божие подобно Иешуа описывает настоящее состояние грядущего Царства. Например, что Царство Божие оно грядет, но как что-то очень маленькое. То есть я не пользуюсь написанным, то есть не говорю, так как это Матфей говорит, я просто логически это развиваю в 31 стихе, что Царство Небесное оно подобно зерну горчичному. Вы знаете, вот это учение для первого века, оно было очень удивительным, потому что горчичное семечко оно очень маленькое. Кто из вас видел горчичное семя? Маленький такой шарик, как пыль. То, которое человек посадил на своем поле, которое хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом. Потому что Царство Божье вместо того, чтобы Царство Божье пришло через большую мировую мировую войну оно началось на самом деле очень тихо через то, что было посеяно маленькое незаметное семя. И это семя росло. И сад это был, или поле это был мир. и семя стало самым большим растением в саду. И еще Ишуа говорит, что Царство Божье, оно как небольшое количество дрожжей. Человек берет немножко дрожжей, кладет в тесто, и вот эти дрожжи, они распространяются на весь хлеб. Царство Божье это нечто растущее и расширяющееся то, что покроет всю землю. И дальше иллюстрация, где Ишуа говорит о сеятеле и четырем видам почвы. Я уверен, что вы все с этим знакомы. Говорится о четырех видах почвы, в которые падает семя. И здесь говорится, что Царство Божье будет распространяться и расширяться через посеянное Слово Божье. через проповедь послания и люди, принимающие послание Царства, люди, те, кто приняли послание Царства, таким образом Царство распространяется, оно растет, оно расширяется. И когда мы проповедуем послание Царства, некоторые люди даже не поймут. то есть, это как то семя, которое упало на почву, то есть, на место, где почвы вообще не было. А некоторые люди, они очень они очень бурно отреагируют. Ес, аллилуйя, да. Вот, но как только пришли трудности, они уходят. Некоторые люди принимают, но они слишком обеспокоены. Они заняты своими деньгами, здоровьем. Они заняты вещами, заботами этого мира. И это как будто семя, которое было заглушено бурьяном. Но некоторые люди приняли его, и это как хорошая почва. Удивительно, когда вы садите маленькое семечко, сколько это семя обычно производит плодов? И Ешуа говорит 30, 60 или больше 100. Но подумайте об этом, когда вы садите семя, иногда даже больше плодов приносит. Представьте себе, одна кукурузинка маленькая производит много початков с сотнями семян. И Ешуа здесь говорит, что будут те, кто примут семя таким образом, которые произведут быстрый рост в Царстве Божьем. Хорошо? Вы поняли, да? Теперь он говорит, что Царство Божье в 24 стихе растет посреди бурьяна. То есть, Царство Божье, оно растет параллельно Царству Тьмы. общество, оно будет одинаково и злым, и добрым. И Царство, оно не захватит все общество. До тех пор, пока не вернется Ешуа, всегда будет смесь. Будет Царство Божье, и будет злое общество. И иногда злое общество будет иметь влияние на Царство. А иногда царство будет иметь влияние на общество. Но полного разделения между добрым и злым не произойдет до суда. До возвращения Ешуа не наступит окончательный суд, которого ожидают люди. И здесь мы приближаемся к доктрине второго пришествия Мессии. Только когда вернется Мессия, придет суд, которого ожидают люди. Когда Он придет второй раз. в 47 стихе в притче о Сети говорится об этом ясно. Где сказано, что в конце века при кончине века изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. И здесь то, что есть в учении Ешуа есть уже или и еще нет. Уже да, с момента пришел Ешуа, нам нужно поместить еще некоторые вещи. Изменение сердца изменение сердца, преобразование сердца. У вас есть здесь еще сила Святого Духа. у вас есть царственное сообщество или община, также есть дары Святого Духа, также есть исцеление, есть освобождение, примирение есть евреев и неевреев, и это не будет понятно до момента, когда это описывается в книге Деяний, и у вас есть влияние на общество. Потом есть перемена закона, и для нас это важно, перемена в законе, большую способность, которую мы получаем для послушания. То есть в законе перешла такая перемена, что у нас появилась возможность для более успешного послушания. И все это включает в себя вот эту часть царства, которая уже здесь. Но еще остается та часть, которой еще нет. А вы можете у себя в ваших записях записать. Посмотрим на то, что еще не пришло. Значит так, окончательный суд над народами, общее воскресение мертвых, освобождение от врагов, безопасное проживание в земле и заливой. Израиль становится главным главой народов. Иерусалим становится столицей всего мира. Лев начинает кушать сено. Солом извините. Эпан. Лев кушает солому. Волк и ягненок вместе пасутся. Но все это еще не произошло. Понимаете? Это сущность верования в то, что Ешуа это тот Мессия, который пришел. И приглашение Благой Вести то есть войти в то, что уже пришло и переживать то, что уже есть. И чем больше людей войдут в это, тем дальше история продвинется в сторону того, что еще не наступило. Возникает вопрос. А где Царство Божье? Царство Божье это там, где правит Бог. где воля Божья совершается на земле, как и на небе. Там есть Царство. Царство там. Видите? запишите, 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 как это развивается. Яшуа он совершенным образом подчинен воле Божьей. в Яшуа. Поэтому в Яшуа вы видите Царство. Он сам собой являет реальность совершенства Божьего правления. и он берет двенадцать учеников, чтобы с ним были. И они образуют небольшую общину, через которую воля Божья исполняется на земле. И Царство Божье в тот момент было там, где был Яшуа и двенадцать с ним. Потом добавилось еще семьдесят. И Царство Божье уже состояло из семидесяти. Потому что было семьдесят человек подчиненных воле Божьей. Потом в день Пятидесятницы было сто двадцать. Они исполнились Святого Духа. Потом тысячи исполнились Святого Духа. И Царство Божье оно утвердилось среди тысяч. Но это потрясающая перемена перспективы. Людям просто трудно это понять. Как Яшуа доказал это? Он доказал это чудесами и знамениями Своего служения. Он учит нас. Но нам нужно понять, что чудеса и знамения и все, что делал Яшуа, они утверждали, что Царство Божье пришло и доступно уже. И точно так же дело обстоит сегодня. Если нет проявлений силы Святого Духа, вы не можете доказать реальность Царства. Да, Царство, конечно, оно доказывается изменениями, происшедшими в нашей жизни. Но его людям трудно увидеть вот сейчас, непосредственно в этот момент. И что людей пробуждает к реальности Царства Божьего? Это чудеса, пророчества, исцеление, освобождение, знамения. Это является все проявлениями присутствия Царства. Вот почему я говорю, что теология Нового Завета полностью харизматична. Она полностью харизматична. Харизматична. То есть, имеются в виду дары Святого Духа. Мы сейчас это рассмотрим в местах Писания, например, Матфея 11 главе. Я надеюсь, вы понимаете, что присутствие Царства, вот эта часть, которая сейчас, она должна быть нашим акцентом, когда мы проповедуем Евангелие. Да, будет Второе пришествие. Но большинство христианства так ориентировано на будущее, что они теперешнюю реальность Царства упускают. Давайте посмотрим в 11 главу Джон. Извините, Матфея 11 главу 2 стих здесь говорится о Иоанне Крестителе. Иоанн же, услышав темницы о делах Христовых, послал двоих из учеников сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти и ожидать нам другого? Почему Иоанн спрашивает об этом? Почему? Почему? Потому что он страдал в тюрьме. То есть для него это не выглядело как Царство Божье. Если Иисус Мессия, то где же Царство? Я в тюрьме, может я ошибся. То есть Иоанн, он смотрел на ту часть, которая еще не наступила и, естественно, не видел. Но потому что он слышал о чудесах, вот, то он понимал, что похоже, что это должен быть Мессия. И Ешуа ему говорит, он говорит, хорошо, идите и скажите Иоанну, что слышите и видите. в том же самом контексте в Луке говорится о том, что Ешуа в то же самое время сделал множество чудес и исцелил много больных. И он говорит, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищим благовествуют. Что же это значит? То есть есть проявление царства, то есть знамение царства. Да, в окончательном смысле царства будет общее воскресение. Все исцелятся. Не будет вообще болезней. Каждый будет освобожден от бесов. Но вы не полноты всего этого. Но вы видите, что вот эти вещи похожие происходят. и некоторые ученые говорят об этом, что будущее царства, оно как бы прорвалось в настоящий век. Это похоже как дамба, которая перегораживает реку. И вот эта вся вода, которая за дамбой держится, называется Царство Божье. И если дамба прорвется, вода вся затопит весь город. То есть давайте назовем эту воду Царство Божье. но дамба она не разрушена. То есть она там в ней есть трещина, то есть она не полностью разрушилась. А, она частично разрушена, как я уже и говорил, и частично город затопило. Но в конце концов вода размоет дамбу и город весь утонет. И то есть Царство оно прорвется в город. Лахит Паретс. Вроде этого. И он говорит пойдите скажите Иоанну и в соответствии с пророком Исаией благовестие для нищих это также признак Царства. И многие люди спрашивают а зачем Ешуа он творил свои чудеса и исцеления и большинство ответов было правильными но частичными. Ешуа делал это потому что благодаря своему состраданию. Это истина. Он делал это чтобы продемонстрировать силу духа правда это так есть. И иногда он делал чтобы продемонстрировать свою божественность. Я думаю что вот для этого он прогулялся по морю. Но все это не было главной причиной чудес и знамений. главной целью его было продемонстрировать реальность грядущего царства. И мы призваны делать то же самое. не to that brother who pulled back from the holy spirit. He's missing the essence of this thing. You can say it. You can say it. Я не понял что сказал. Святого Духа. В общем Дэн Джастер говорит что вот нужно передать тому брату который сейчас где-то не приехал на урок что он а то есть интеллектуальная теология она с этим никак не связана. Вопрос здесь в силе царства. Вы это видите? Итак идея демонстрации царства тем образом жизни каким мы живем чудесами силой состраданием и чудеса они нас мотивируют по состраданию оно мотивирует нас делать чудеса и сострадание оно является проявлением царства. И он говорит Иоанну И блажен кто не соблазнится а мне И это снова я повторяю это настолько важное предложение такое важное предложение люди они начинают следовать за Ишуа им нравится его любовь учения их привлекают чудеса но Ишуа не принес с собой ту часть которой еще нет не наступившая часть царства и благодаря тому что еще не наступило люди начали сомневаться и отпали нам нам необходимо видеть реальность царства даже если оно еще не наступило и таким образом Ишуа говорит к толпе он говорит ну что же вы ходили в пустыню посмотреть он говорит что человек одет в мягкие одежды что вы ходили смотреть трость колеблемую ветром он говорит что те кто в мягкие одежды одеваются они в царских дворцах живут что же вы ходили посмотреть пророка да говорю я вам и больше пророка ибо он тот о ком написано вот я посылаю посланника моего перед лицом твоим который приготовит путь твой пред тобой истинно говорю вам из рожденных женами не восставал больше Иоанна крестителя но меньше в царстве небесном или божьем больше его это ключ к толкованию всего нового завета хотите новый завет понимать если хотите вам нужно понять этот отрывок это ключик и он говорит что Иоанн он больше пророка и он говорит что Иоанн он больше всех пророков и вы скажете ну послушай как это может быть больше Моисея который море разделил который с фараоном сразился и через которого язвы пришли на Египет больше Илии который был вознесен на небо на октяной колеснице выше Елисея который мертвых воскрешил Иоанн никогда мертвых не воскрешал никогда не разделял мертвое море как Иоанн мог быть больше всех их его дела они не выглядят как нечто большее и слово великий нужно здесь рассматривать в контексте привилегия честь Иоанн он был наиболее привилегированный из всех пророков а почему он был более привилегирован потому что он провозгласил царство Божья погрузил Ешуа он предшественник Мессии посланник грядущего Мессии он готовит путь и он переходная фигура между Моисеевым Заветом и Новым Заветом и Иоанн указывая на Ешуа на небесного Мессию и не ошибитесь что Ешуа в небесном происхождении Ешуа то есть Иоанн он наиболее привилегированный пророк из когда-либо живших и давайте посмотрим на следующее утверждение но меньший в Царстве Небесном больше его поэтому мне очень тяжело приходится с людьми которые говорят что Новый Завет это обновленный ветхий это намного больше чем это тот кто был под Моисеевым Заветом он меньше Иоанна Крестителя самый меньший в мире Нового Завета он вошел в привилегию и свою позицию он больше Иоанна наименьший в Царстве Божьем он больше Иоанна намного выше привилегий вот почему это вы можете не принять это плотскими глазами но если вы примете это глазами Духа и увидите вашу позицию в Ишуа вы будете иметь наибольший статус большую привилегию чем Моисей Илья Авраам Исаак Яков Ильсей Илья Малахия Царь Давид Соломон почему потому что вы вошли в реальность Царства Божьего в присутствии и силе Святого Духа если вы этого не видите то когда вы приближаетесь к вопросам Торы то вы то вам придется вы впадете в простые человеческие борения вы понимаете отец Ишуа Дух Тора Традиции И вот этот порядок размеры букв показывают вам что вот это порядок новозаветного царства и это чрезвычайно новое чрезвычайно удивительно чрезвычайно намного лучше чем это было просто удивительно больше превосходить И новозаветное Писание нам показывает насколько новозаветное лучше чем было до этого Это не просто переделанный Моисей к которому добавили Это намного чудесней Это не иудаизм плюс Ишуа Это Ишуа изменяющий все И Он взял все и изменил Это то где Ишуа стал центром и привлек все к тому что принес Он Итак вопросы Поняли о чем мы говорили Прежде вопросов И учение Ишуа о Торе Это применение Торы в соответствии с Новым Заветом Он учил Тору для того века когда пришло царство и перемены в Торе которые произошли в связи с этим вопрос вопросом Он сказал, что все, кто в Новом Завете имеют более высокое положение, стандарты, чем Моисея, чем пророки Старого Завета. Я спросила, это имеется в виду здесь или на небе? Он сказал, здесь, на земле. Это имеется в виду духовные или материальные вещи. Он говорит, стандарт выше во всем. Мы об этом поговорим на следующем уроке. Скажите, рождаются ли евреи в Завете? Рождаются ли евреи в Завете? Okay, what is the question? Рождаются ли евреи в Завете? Are Jews getting born in the covenant already, being already in the covenant? В Завете Авраама. But they're not yet entered into the new covenant. Но они не в Новом Завете рождаются. И ответственность на них лежит за исполнение. So they have responsibility for the fulfillment of that covenant? Yes. Да. И Моисеево Завета, потому что они Нового Завета не знают. То есть они должны быть присоединены к Завету Моисея. Это дополнение к учебнику, который мы имеем. This class is an addition for the school book we have under your... It's an addition for your book Growing to Maturity. I have a book that I started. Я начал писать книгу. Она называется «Тора для Нового Завета». Но я ее не закончил. И у меня есть коллега, который со мной 27 лет. И он очень хорош в этом вопросе. Я хотел бы ему позволить поработать над этим. Короче говоря, эта книга должна издаться. У нас есть куча других книг, которые еще не переведены на русский. Вопросы есть? Сколько из вас чувствуют, что они в целом понимают, о чем речь? Кто-то есть непонимающий? Я стараюсь медленно учить. Непонимающий есть? Десять минут перерыва. Это вопрос? А, вопрос. Все понятно, но кто вы можете. Вот. Продолжение следует...